Девушки отдыхают Кожум Девушки отдыхают Кожум Девушки отдыхают Кожум Дэдфокс находит голову противника снизу Зеро Дэдбуст Конфиг Этот момент полностью контролит Таким образом Хэлл Рейзерс не смогут законтролить часть карты Которая очень-очень важна для выбивания апплента Но они все еще имеют полное право Уйти куда-либо еще Дэдфокс Не ожидал совершенно пуша От господина МСЛ Который пробрался в андерграунд Раздамажил оппонента Но Дэдфокса добить так и не смог Но шансы у команды Хэлл Рейзерс Теперь неплохие в любом случае Они в преимуществе При этом есть Эмка у Стика Плюс второй Армор И этот парень Имеет тот необходимый уровень игры Чтобы раскидать Абсолютно всех игроков команды Норс Но и Норсы Выбирают довольно аккуратные позиции МСЛ правда поджал Но Ангел не факт Его здесь проверит МСЛ Из УМПхи с легкостью расправляется Кирилл Карасев падает При этом на единицы На КТ спауне Далеко играет матч с бою Выбирает тоже Именно сейвовую позицию И из МПшки Сделает наверняка Как минимум один килл Он его делает Стика правда Моментальный размен МСЛ на супер дальней дистанции Из УМПхи Расконтролил Забирает Стика Бомба так и не установлена Бондик играет в окне Забирает прекрасным хедшотом МСЛ И по-моему Знает где находится конфиг Ты думаешь он знает? Конфиг играет Ну и он туда посмотрел И тебя чекает Так, да Да, он готов к этому контакту И он выигрывает этот раунд Слушай, он уже в два раунда По факту за Этлих За кэш И за вот этот То есть на Демираж Он уже берет до своей команды И очень-очень классное исполнение от него Бондик Уже в который раз Который раз этот парень Совершает Действительно чудеса На кэше Напоминаю Команда Хэлл Рейзерс Проигрывала И Бондик взял раунд 1-4 После чего Ашеры Преобразились И затащили карту до кэша Вот сейчас опять Проигрывали Бондик остается Один против двоих И тащит раунд Стика Уверенно теперь отыгрывает На центре Забирает Двоих соперников Конфиг отвечает Но преимущество За команды Хэлл Рейзерс Замечу то, что защита Постоянно Дает напряжение На мидл Сейчас они усиливали Его тремя человеками МСЛ Эйзи И конфигом Но конфиг единственный Кто смог вытащить Здесь хоть какой-то килл МСЛ промазал со скаута Стика стража Ответил двумя киллами По головам И теперь Ашеры в большинстве Мало того У них еще и девайсное преимущество Но Норса, конечно же Опускать руки свои не будут Мажется пояс Юм Пешка Он все еще может вытащить этот раунд Мы все прекрасно знаем Сколько он хорош На протяжении ДК Ша Он показывал свои лучшие кондиции Но и сейчас Конечно же Должен ассистировать Кейджин Би Который находится на репоне С мухой Ждет своих оппонентов Хэл Рейзерс решили Степ-бай-степом Очень-очень медленно Совершенно спокойно Выходить в сторону Аплента Через ямы Одновременно ковры За ковры у нас будет отвечать Тот самый герой дня Бондик Ну герой дня Для Хэл Рейзерс Конечно же И на дальней дистанции Пытается представить здесь Кейджин Би Его не отпускает Мажется боя Остается один Его вычислили и убили И конфиг понимает Что по-хорошему Наверное стоило бы засейвить Свой второй армор Дезерт Иглом Но нет Он пойдет драться И он встречает Зара И это будет последний Кого он встретит в этом раунде 2-1 Хэл Рейзерс возвращает себе игру После потери Но от пистолетного раунда По 2000 долларов У команды Норс Это юспики И больше ничего Скорее всего Нужно всем игрокам Команды Норс Делать засаду Играть именно с этими пистолетами Базовыми Потому что Купив даже по 250 В следующем раунде Ты рискуешь Оказаться Суэмпехой Окей Но при этом Без какой-либо важной гранаты А-ля Коктейль Молотова Или Смок Что естественно Крайне важно Ну и ребята из Норс Решили выйти на центре И неплохо Забрали стика При этом набили Хорошенечко Бондика И Дэдфокса 58-55 И в принципе Три человека Выживают Мэджикс Бой Ловит Смок Играет вблизи Коннектор Тем временем Зеро Выходит на точку Б И конфиг Его здесь Почему-то не ждет Логи Б Плэн чист Бомба перетягивается Именно сюда И раунд Конечно же Берется командой Хеллрейзерс Кэджин Би Получая здесь Смок в одну сторону Смок в другую сторону В любом случае Он выйдет и погибнет Хеллрейзерс 3-1 При этом всем потеряли Всего лишь одного стика Что означает то Что получают Минимальный урон По своей экономике И сейчас они просто Купаются в деньгах 8000 у Бондика 6600 у стика Дэдфокс решает Купить себе АВП на этот раунд Ну а Норсы В свою очередь Из-за того что Форсили Оказались с разбитой экономикой Поэтому будут играть Без ВП При этом всем Еще и полностью Без диффуз китов И мы видим то Что молотовых Тоже нет вообще У датчан Что конечно Очень и очень печально В этом первом девайсном раунде Который наступает на пятом Ну и Эйзи Получается себе Смок на винду Дефолт Нишли совершенно Раскидки от Хеллрейзерс В начале этого раунда Мы видим то Что Норсы в этот раз Уже не играют Втроем на миде Они решили усилить Аплэн При помощи Мэджис Боя и Кейджин Би Которые играют На верхних и нижних коврах Кожум просматривает яму Встречает с Ангелом Но только взглядом Контакта как такового Так и не исполучилось Ну что Пока что все По стандарту Как говорится Но при этом Я упоминал Что денег очень мало У команды Норсы И они должны играть Только на стрельбу Это хороший шанс Для команды Хеллрейзерс Бонди снова делает киллы Но при этом Мэджис Боя все таки Врывается на ковры И делает моментальный размен Через коннектор Решили зайти Ашеры Один яма Два коннектора Кожум пловит стик Погибает зеро Дэдфокс тоже умирает И все таки У Ашер не получается Взять этот раунд А они были близки Потому что банок то нет И можно было как то Попытаться Немножко подстроиться Именно под раунд Когда у соперника нет гранат Кожум Отличный трипл И вот теперь Норсом Естественно Будет играться полегче Конфиг с АВП АВП наверное Передаст Кожумбу Ну и докупят Необходимые гранаты Пары из команды Норс Ашер решили тоже Сделать все таки Бай Денежки Заканчиваются потихоньку Но все таки В данный момент Хватило На то чтобы купить АВП И четыре калаша Согласись Согласись что было такое ощущение Что у Ашер тоже нет гранат То есть минимальное количество Раскидок полетело на плент И их на коннекторы Потому что много тратили На занятия центра Потом вышли в итоге На столице Но раунд Если честно Выбрали не самый подходящий Против соперника У которого только Вот опять же Эмки и ничего Ну отдали раунд Окей Три-два Все равно ведут Посмотрим Что сейчас Ашера нам предложит Эйзи Просматривает Индерграунд Здесь смуг лежит Конечно Но все это время Хэлридерс просто занимает Мидл Тем временем Размены у нас На стороне апартаментов На Б-пленте Конфиг разменялся С зеро И стика Выдвигается вперед У него имеется флешка Может быть будет Тестировать ангелу В его выходе на коннектор Здесь лежит смуг Хорошая хаешка От Эйзи Раздамаживает ангела До 53 хп Он через флешку Не пойдет Просто откидывает туда Его фойкового стика Просматривает Тапдаун И это будет выход На Б-плент Здесь только конфиг И мысль что Будет помогать Кейджин Би Который выходит С китчена сейчас Конфиг дает Опкил по стика Дальше уничтожает Еще и Дед Фокса И выход Хэлридерс полностью Захлебывается в крови Ко-гонтик И инстинкт игрок Хэлридерс Который остался В живых Но ненадолго Кейджин Би Убивает и его И таким образом Сейчас останется 3-3 хэлридерс Остаются У разбитого корыта Это на то Чтобы купить себе Дошик Но в случае с КС Закупиться нормально Не получится На самом деле Есть интересный момент Хэлридерс Играли совсем недавно С Нави И проиграли Первую карту Вот как раз таки Мираж Взяли Взяли на удивление При этом Норс Мираж Тоже могли выиграть У команды Нави Но все таки Проиграли Но если вот Ту игру засчитать Все таки в копилку Норс Потому что в целом Они смотрелись Тогда получше Нежели чем Нави То Как раз таки Сейчас играют Два коллектива Которые И решат между собой Чей же мираж Все таки Мираж Или команды Норс Или команды Хэлридерс Тем временем У нас П-250 Двоих игроков Команды Хэлридерс Ангел умирает На коннекторе Мэджикс бой рядом Бундик стоит Прячется на коврах И парни решили Выбегать Кто Где И пытаться Делать минусы Но Норс К этому готовы И в принципе Плохо конечно Что Ашарам не удалось Никого отстрелить Согласись По темпу игры И по Очень жесткому напряжению По миду У Ашар Похожий стиль На Нави То есть Они явно Пытаются Перенести лучше От Нави На Мираж И Выглядят довольно таки Похожи Симулятивно Правда Единственное Сейчас Не очень получается Закрепиться по счету Но это Еще будущее Главное Чтобы они не играли Как Нави На защите Согласись Потому что Тогда Все плохо Согласись Будет брать себя ВП или нет Остальные Конечно же Точно так же С АК С 47 Нет Не будет В этом раунде ВП Все играют С АК И был раунд На А Почти все раунды На А на самом деле Были чисто через Из мидал И коннектор Ундерграунд Был один раунд Девайс на на Б Посмотрим Что будет в этот раз Три игрока Направляются В сторону Ундерграунда Видимо Это точно такое же Усиление Именно мида В свою очередь Бондика И Дэдфокса Посылают На ковры А мы же с Бой Тем временем С Каджубом Не теряли Ни единой секунды Для того Чтобы зачекать яму Зачекали ее Увидели то Что там никого нет Получили очень много информации И теперь у Носов Есть какое-никакое Преимущество Именно по вопросу Разведки Бондика Тем временем Стоит все там же На коврах У него бомба Ну и фейк Команды Хелл Рейзер Готовится Будет раскидывать Судя по всему Плент Б Возможно Пойдут атаковать Плент Б И вопрос Сделают ли они Хотя бы один килл Если сделают Тогда Фейк Получится Бондика Кстати уже вышел Через ковры Понимает ребята Из команды Носов Что это фейк Немножко наверное Поторопился Бондика Окей Команды Норс Сейчас на пленте А однако Англ вовремя Выходит через коннектор И тоже делает минус В конце концов У нас Позиции не самые подходящие У команды Норс Один на КТ спауне И два КТ возле библиотеки Кейзи От него многое зависит Кстати есть ли смок У нас у команды Норс Да Как раз таки смок У конфига При этом флешка От МСЛ А может быть И в принципе Шансы остаются Естественно МСЛ откидывает Флешку в коннектор Смок Конфиг Потратил на бомбу Садится МСЛ Пытается найти для себя Пиксель Но при этом Дига Легко и просто Стика берет И отстреливает соперника Но все равно Бомбу дефузит Этого не хватит Говорю Совершенно не хватит Опять же Ангел очень жестко провалился В своем дефенсе На джангле Его очень быстро Вычислили И его стрельба Ни к чему не привела Все еще у него Кстати два кила То же самое касается Дэдфокса В топе по фракстату У Ашер Девять У Стика Семь У Бондика Два Два Ангелу И Дэдфокс И троечка У Зера Зера кстати на себя Пока что не похож Мы помним что На дэкэше Именно он являлся Той самой звездочкой Которая тащила Не считая Бондика С его клатч раундом Который вам всем запомнился Наверняка Ну а у Норса В лидерах Кэйджен Би И в аутсайдерах МСЛ с Эйзи Что в принципе не удивительно Мы все прекрасно знаем Что Эйзи еще Эйзи уже довольно Долгое время Пытается найти себе Место в коллективе Но пока что Никак не получает Стрелизовывать себя Ангел взрывает Эйзи на коннекторе Это очень-очень удачный Опен филл Зера тем временем Приемка на малом кичне Взрывает МСЛ На конфиг Сраж на размене Неплохо против Зера Сыграл И с 8 хп Парниша просто Отвешивает Два хэдшота На прибегающий К нему тут Фокса и Бондика Невероятная ошибка От Хелл Резерс Ну и конечно же конфиг Невероятное самообладание Уровень Конечно же отыгрыша И понимание Передвижений противника Того как они на него Забайтились И попытались его добить Но не тут то было У конфига есть зубки И достаточно острые Чтобы он их показал Сейчас Каких Хелл Резерс Казались в меньшинстве А Шеры попытаются Сейчас разыграть И в принципе Шансы у них остаются Конфиг красный Он один держит Пока что Точку Б С одной стороны Довольно близко К него Кажум Но опять таки Время нужно потратить Секунды 3-4-5 И вряд ли он Наверное успеет Если конфиг быстро погибнет Но конфиг пока что Выбирает довольно аккуратную Позицию Действует Нет-нет-нет Решил все таки Ввернуться на белый И этим пользуется Стика Отлично Но и в итоге Кажум Видите не сумел Довольно быстро подойти И перекрыть Ту же точку Стика вместе с Ангелом 2 на 2 Бомба ставится на дефолте Кажум правда ловит Кирилла Карасева Стика остается один Но все таки Стика возможно Затащит делает один минус Но Мэджетс Бой Снова выпрыгнул Довольно быстро И разобрался с оппонентом Шестой для команды Норс Немножко Ашером не повезло Но вспомню Как в такой же ситуации Против Симпла Играли те же Хелл Рейзерс Буквально вот 2 дня назад Когда Бонтик сидит В китчине и ждет Когда же он там сможет Это все дело разменять И очень-очень медленно играет В ответ к нему Мэджетс Бой Просто реактивные парниши Которые прекрасно знают Что нельзя терять ни секунды Просто врываются Убивают людей Два дня назад ждет И ждет, и ждет И дает возможности И шансы Симплус Не завести до 1 в 1 Ну а 6-3, друзья Норс выглядит очень-очень импортно Очень симпатично Но Хелл Рейзер все еще Имеет возможность Сыграть с девайсами Потому что мало того Что сейчас стрик раундов у Норсов Так они еще и бомбу ставили Поэтому не смогли закупить себе Калаши вместе с Достаточно нормальным Объемом раскидок Ну и будем надеяться То что подобных ошибок Как против конфига В предыдущем раунде Они больше не допустят Ну что, 5 калашей Плюс старые арморы Ашеры стоят Ждут возможный врыв Норсы Играют в принципе аккуратно Наверное, самым Пущим игроком у нас является Кажум Он вышел на зиг Смотрит центр Собирает информацию Дает ребятам инфу И говорит, что это Или Б, или А Но в принципе Ашеры занимают центр С довольно поздним таймингом Прилетает флешка одна Прилетает флешка вторая Кажум бы отогнали Выходит Кажум стреляться Но Ангел эту позицию перекрывает Неплохо сработали Хеллрейзерс и теперь играют В преимуществе одного игрока Тем временем Раскидывают точку Б Бондик уже спешит через зигзаг На Б пленте у нас Два игрока у команды Норс Бондик наказывает конфига За белой машиной На точке Остается один лишний МСЛ Он тоже падает Ну и Норсы вроде как Уже стянулись Вдвоем на точку Б Но все равно преимущество Колоссальное у команды Хеллрейзер С Ангел Ловят Эйзи Остается Мэджис Бой Один против четверых И по-хорошему Нужно уходить на сейф Мэджис Бой Правда решил Я так понимаю Остаться в библиотеке И подстреливать Команду Хеллрейзерс Но Это вопрос лишь времени Когда Хеллрейзерс Этот раунд возьмут Возьмут они его Конечно же Практически На 100% Правда Мэджис Бой Отстреливается Старается там Наказывать соперников Но Все-таки четвертый Ашеры Заслужили Да Неплохая Быстрая Реактивная На Бэплэнд Атака И по факту Эйзи должен был Решать Там очень много вопросов Он находился на винду В смоках Если бы смог бы Перерезать выходы Через СЗ То Может быть Все пошло бы Совершенно по-другому Но и у Тиммейта Все равно На опорных позициях Бэплэнта Ничего не смогли сделать Ни у Конфига Не получилось Целить оппонента Ни у МСЛ Ну и АВП В этом раунде Возьмет себе Кейджин Би Остальные закупаются М4 В принципе Экономика не такая уж плохая У Норсов Сейчас они под ноль Закупаются Но при этом Все у них имеются И смоковые И молотовые Один дефул скит От Мэджа сбоя Так что посмотрим Все еще будет довольно сложно Если у Норсов получится Сцепиться На какой-нибудь Оппон фраг Сыграть дальше раунд Ну и Кейджин Би Очень жестко Ошибся в предыдущем раунде На миде В этот раз поставил Свою снайперскую винтовку На будку Просматривает Возможные пуши На Аплэнд Ну и Зеро Расположился Как обычно Против МСЛ Только в этот раз Эти не конфиг Работает на апартаментах И МСЛ Интересно с чем Связана эта перестановка Она конечно Не очень-очень глобальная Не очень большая Но все-таки Имеет место быть Ну и начинается раунд Очень-очень медленно Мы видим то что Дэд Фокс пытается Таймить кого-то С ВП на миде Каджум Пловит Ангела с ямы При этом у Ангела Практически получилось Уничтожить снайпера Северян Два ХП остается У Кейджин Би Но это все еще Живой игрок С ВП И все еще Очень и очень Опасный И клокастый МСЛ Ждет прихода оппонентов Налил тут чайку Заварился харку А Зеро Со Стикой и Дэд Фоксом Попробуют его здесь выбивать Опять же Есть молотовы Есть флешки Через это все дело Можно прикончить МСЛ Проблема в том что Информации по нему Никакой нет Мэж в поете Время убивает Их и Бондика И вот он Отстрел от МСЛ Трипл килл На Стик и Зеро И Дэд Фокс Легчайшие фраги От него И Хелл Рейзерс Не убили никого И это Флоус Виктори От Северян В этом раунде Да Кто бы мог подумать Что настолько круто Будет играть МСЛ При этом Позиция Обычная Позиция которую Чекают Первый Не проверил В итоге Подставил А тиммейты Скорее всего Не захотели Атаковать МСЛ Потому что Им перегородил Как раз таки Весь этот Вижен Именно первый Игрок Который В свою очередь Не проверил Эту позицию Ну такое бывает Конфиг Стоит теперь Под БС ВП Попадает В игрока Команды Хелл Рейзерс Очень серьезно Проседает Зеро Ну и опять Шансов У команды Хелл Рейзерс Теперь немного Потому что По большому счету Конфиг Всех Свалил И стоит И будет Нашивать Будет отстреливать Конфиг Промахнулся МСЛ Спешит на помощь Откидывает Хорошую ХЕшку Взрывается МСЛ Меняет Местерасположение Эйзи Приходится Забирать Скика Эйзи Жмет дальше Забирает Дэд Фокса Бондик Остается Один Против Троих Бондик С тэком Под 90 Есть инфа По Форесту Кожун умирает Но все-таки Быстрая игра От матча Сбоя Счет 8-4 И теперь уж Фул Эк от команды Хелл Рейзерс Не очень понятно Почему Ашеры вообще Забили полностью На точку Ай На протяжении Последних четырех раундов Они все тыкаются На Б Тыкаются На Б Через Мидл Через апартаменты Так как угодно Но все тыкаются И их полностью Не только читают Но еще и классный Контрят Норсы Хелл Рейзерс Не получается Ни стрелять Ни раскидывать И сейчас Они вынуждены будут Играть с экономическим Набором Дефолтных пистолетов Плюс П250 Ах Дэд Фокса И Зеро Это все что у них Имеется в данном сетапе Ну и конечно Шансов практически нету Но конфиг Попробует И свести экономите Так у него это получается Дэд Фокс В ответ Ну стрельба Опять же Локально Не самое лучшее занятие На дальних дистанциях Но в конце концов Дэд Фокс Устреливает в голову конфигу Этого дэмажа не хватает Конфиг все еще живой То же самое касается И МСЛ Которому тоже нашли голову Но вторые арморы Шапочки спасают Друзья Шапки спасают многих И конечно же Самое главное Они спасают вас зимой И от холода Поэтому одевайтесь шапки Обязательно 9-4 Хелл Рейзер Сейчас будут играть с девайсами Ну что Предпоследний раунд Если Хелл Рейзер Возьмут Тогда может быть Все закончится Там 9-6 Если проиграют Тогда Норфы Вроде как Выигрывают С счетом 11-4 А это Согласитесь Довольно серьезный счет Если Норфы Оформят пистолетный раунд Тогда Карта Мираж Уйдет В их копилку Но я хочу напомнить Что в принципе Кэш тоже Шел под диктовку Какой-то момент Команды Норф А потом Бондик И его сумасшедший клач Тем временем Погибает Эзи на центре Погибает Кажун на центре Непонятная аркада От команды Норф У них все получалось Играя не дефолтно Но Решили Играть в пуш А Хелл Рейзерс Делают постоянно дефолт И всегда ждут Подобной тактики Отличная работа Конфиг Наконец-то делает размен Но это инфа Для команды Хелл Рейзерс Хотя Конфиг Еще один килл Бондик Своевременно Выходит через ковры Перекрывает позицию Конфига Кто падает МСЛ через их Старается нашивать Но все-таки Этот раунд МСЛ уже никак не возьмет Минута времени до конца Бомба устанавливается Нужно посмотреть Сколько денег у нас У МСЛ Ну сейвить нет смысла В любом случае Следующий раунд последний И на этот раунд Деньги есть у нас У команды Поэтому МСЛ бежит до конца Но Бондик И здесь Приуспел Это пятый Для команды Хелл Рейзерс И выход На возможный Шестой раунд Ну Дачан Сейчас подвела Собственная агрессия Хелл Рейзерс Просто подождали Их на миде И Настрели всех МСЛ кроме этого Выходил очень-очень странно То есть он не смотрел В спину Он не смотрел Ундерграунд Туда не был Положен смок И ничего подобного Там тоже не было Поэтому просто Вышли И потюкали По спинке Кейджин Би Вместе с Конфигом Будут играть Дабл ОВП В этом раунде И пуш ранний От Мэшбой И Эйзи По Ямина Который в этот раз Находится целых Три игрока А Шеров Стика Дает один килл Эйзи сразу же Разменивает на Стика И в конце концов Реактивного выхода От Хелл Рейзерс Не было на Аплент Они просто разменялись И застопорились Это классический Маневр Очень-очень опытных И очень сильных команд Кейджин Би Играет из-под коннектора Просматривает сейчас Возможный пуш Бонтика с ковров Также посмотрит Тебе спину МСЛ приходит на джангл А конфиг Выйдет на Дельпан И сетап такой У тебя два ВП Плюс М4 И против ВВП И двух калашей От Хелл Рейзерс При этом всем Ты предполагаешь То есть выход на Аплент Но при этом Не знаешь О том Есть ли кто-то на Б Поджимает ли там Кто-нибудь вообще От Хелл Рейзерс Если бы они играли С одним фейковым игроком С одним люркером на Б То они бы уже получили инфу Что там вообще никого нет И мы видим то Что МСЛ все-таки Приходится стягиваться на Б Оставляя двух игроков на Апленте При этом Дельпан засмочен Поэтому конфиг Не может действовать Из этой позиции Он сел на путку Стреляет на Дедфокса Зеро Сразу же на размене Очень четкая игра По размену от Хелл Рейзерс Но при этом Всем ка Джум зонирован При помощи Молотова Молотов правда закончился Флешка сверху Стоял ослепленный МСЛ приходит на место Пораженного снайпера И попробует выбивать Оппонентов с точки Дельпана МСЛ Тем временем Ка Джум с авиком Выходит через коннектор Ситуация 2 на 2 Бомба на дефолте Бонтик Чакай в коннектор Кажум пошибается Однако МСЛ прицеливает зеро Но при этом у Бондика Есть информация И этот парень Никого ничего сегодня не боится Отличная работа от Бондика Заканчивает он первую половину Со статистикой 13 на 9 Ну и Ашеры вышли на 6 Это в принципе Неплохо Когда ты помнишь Чтобы Бонтик так хорошо играл Прости что я тебя перебил Знаешь Последнее время Мне кажется Он играет Именно так МСЛ Ну я точно не смотрю Особенно те матчи Когда Они проходили на Старладер Сейчас Еще какая-то лига Какие-то квалификации Не проходили Тоже вышли Поэтому Я думаю Там Показывает Тоже Постоянно Какой-то уровень игры Вот Я знаю Что Бонтик Точно плохо играл Когда его только взяли В Хелл Рейзер То есть Он был Отчасти Даже неким разочарованием Потому что Ашеры Думали Вот сейчас возьмем Бондика Лучшего игрока команды Флипсайд И вот все у нас точно получится Да Тогда бы мы не кучера Выгнали Из команды И взяли Бондика Но Бондик При этом Вообще Отыгрывал Как Непонятно Совсем не по-флипсайдовски Да Но при этом Его оставили в команде И Вот только сейчас Спустя Смотрите Какое время Он наконец-таки Нашел свою игру Возможно Опять же Какая-то роль Другая У него теперь И чувствуется Более вне Копотно Или в основном Все-таки привык К тому Чтобы играть Со своим коллективом Я думаю То что Зрители Которые Регулярно смотрят Хелл Рейзер Смогут Называть нам Время Примерно Когда вы Почувствовали Что Бондик Изменил свой уровень Через 20 секунд Мы прочтем Точнее Через 30 секунд Мы прочтем И узнаем Что вы там думаете По этому поводу Потому что Да Мы просто Не так много Следим за Коллективами Которые находятся За гранью Там топ 6 Топ 7 Поэтому Не всегда Получается Отслеживать Такие маневры Особенности Брать квалификации На Ланах Как мы уже говорили Ашер выступает Довольно мало И на том же самом Мейджоре Их путь был Супер короткий И там То ли они 1-3 То ли 0-3 Они отлетели В групповой стадии По швейцарской системе Ну а Норсы В свою очередь Выглядят Достаточно уверенно Так же как и на ДКше И Сеня вспоминал Да что они вели Что была вся инициатива У них И на самом деле Первая половина Тоже была полностью Под их диктовку То есть там В какой-то момент Они забуксовали Но окончание было За ними Там они 3 или 4 Рауна подряд На первой половине Свою пользу забирали Здесь 6-9 Еще больше преимущества Чем на ДКше И вполне возможно Что все-таки реализовать У них хватит силы Потому что Размен в принципе Очками Он и для Норсов И для Хелл Резерс Более-менее выгоден Обе эти команды Находятся в топ 6 Сейчас Хелл Резерс На пятом месте Норсов разделяет Первые 3 места С Нави И Астралис И дополнительно Всего лишь там 3 очка Ничего страшного Все равно Все еще есть команды Которые можно будет В будущем обыграть И закрепиться До окончания сезона Посмотрим Как будет развиваться Сейчас событие На этой карте В принципе Если Хелл Резерс Запотеют Если они возьмут Тогда все будет Очень круто Против Считайте Одних из лидеров Седьмой Тогда может быть Восьмой Девятый Хотя Норсы Очень сильно Играют на форсов Поэтому именно Против Норс Тут никогда Нельзя говорить Что Вот именно Пистолетный раунд Наверняка Дает кому-то Преимущество Хотя Шары тоже В любом случае Любители покупать Дезерт Иглы Стика 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 Занимает Нас Дефолт На Дельп Они действуют Бондик Но Команда Норс Идет По точку Б Так Ангел Выходит на ЗЗ Здесь под ним Уже разворачиваются Действия Кэджеми Который Как обычно Является Керри Команды В пистолетных Каунтах Нему покупают Тек Найн Он сам Купил себе Первый армор И выходит Первым Сражаться Против Мертвой Лисы Которая Совсем Получает себе Преимущество Мало того Бондик Про которого Мы так долго Говорили Во время Паузы Погибает Совершенно Не сделав Никакого КПД В принципе Никто Ничего не сделал Не считая Ангела Который Смог выйти На размен Сделать Один килл Норсы Терят всего Одного Человека Выигрывают В этом Пистолетном Раунде И сейчас Будут иметь Возможность Выйти На Девайсы Против Форсбая А дальше Еще один Раунд Сорвалось Сорвалось 10-6 Норсы Но все-таки Ашары Купили ЦЗХи Правда Без арморов Но попытаются Сейчас Затащить Две ОМП Хитрик Калаша Норсы Делают Дефолт Бомбу Скинули Все по стандарту Поставляется Кирилл Карасев Вот он его Коронный поджим Давно мы его Ждали Все-таки Найка Решил сбегать Кирилл На мид И потерял Ждинную долю Своего ХП 99% У него Уже нет Один ХП Остается И нужно Теперь найти Хорошую позицию Чтобы сыграть Будучи Настолько Красным Интересно Куда пойдет Ангел Но Ангел Не теряет надежд Пошел на центр Чекает подвал Хотя тут Любая ХЕ Любой прострел Все вообще Его убивает Но Ангел Дальше Пытается Как-то помочь Своему коллективу Хотя по-хорошему Наверное стоит Даже в позиции Стика Вот встать в коннекторе И надеяться На то Что они проверят Так Пойдем Все-таки Чекает Стика Взорвет Неон Дэдфокса Да Все у него Замечательно Получается И Ангел Погибает С одним ХП Зеро Точно так же И Норсы Теряют всего одного Это два фрага Из десяти возможных От Холл Рейдерс На протяжении Двух первых раундов Сейчас они будут Играть фул экономически И из-за того Что они на втором раунде Делали достаточно слабый бай Без арморов То у них будет Хороший Сильный Бай на девайс То есть в принципе Холл Рейдерс Демонстрирует нам Очень серьезную Экономическую дисциплину На протяжении ДКШ И ДМиража Это очень и очень Круто На мой взгляд То есть Таких вещей Например От тех же самых НБК Или Хэппи Мы просто ждать не можем Потому что Французы любят ПКД форсить Там еще какие-то Непонятные байи делать Здесь же экономика Строится Именно мудрая Какая-то Они понимают То что против Норсов Просто так сыграть Невозможно будет Ну а тем временем Бонтик оформляет Даблкил Откидывает еще и Молтов Который забрал У оппонента Лежащего Спиной К низу Ну и МСЛ Отвечает на Бонтика Против Ковров При этом всем Хелл Рейзерс Уже успели Полностью перекатиться В сторону Аплента Будут втроем принимать Что это за шота Дэд Фокса Он просто пробил Смака При помощи Юспика В голову Своему оппоненту МСЛ вместе с Межиском Остается вдвоем Да они смогли Казнить Зера Но мертвая лисица Не сдается Она гордая И она рыжая И она венгерская И сейчас посмотрим Что он будет делать Посмотрим С Юспиком Действует у нас Дэд Фокс Пока что стоит И играет Очень Пассивно Ждет Пока к нему На КТ Возможно зайдет Террорист Хотя вот он Дэд Фокс Попадает Хэдшот Друзья Он забирает МСЛ А при этом Мэджикс Бой Красный 24 хп Дэд Фокс Еще и подбирает Дезерт Уигл Из этого оружия Можно нашивать сигарету Мэджикс Бой Ставит плент Не фейкует Дэд Фокс Та понял Крадется Мэджикс Бой Тем временем Пытается найти Для тебя Нужны пиксели Все-таки Этот раунд Такой В копилку Датчан Как же Близак Был Дэд Фокс Я кстати заметил Возможно вы тоже Мэджикс Бой Когда Берет Какие-то Раунды Он постоянно Потом в труп Стоит Постоянно Регулярно У него это уже Привычка Затащил Состоял в труп Причем порой Он еще берет Чужой девайс Специально Отстреливает Труп Потом забирает Свой обратно Я уже не знаю Сколько это У него В крови Возможно он просто Знаешь Из индийского племени Взял Тамагавк Снял Скальп Пошел дальше Ангел Выходит на ЗЗ Отстреливает Изи Неплохо И МСЛ Не смог Разменять Своего товарища И теперь уже Датчане Оказываются В меньшинстве И первый девайсный раунд Начинается Со здравия Для хелдрейзерс Как они его закончат Будет зависеть Конечно же Полностью от них Опять же Из-за мудрой политики На форсбайном раунде У них сейчас Реально сильный бай И Дэдфокс Сносит своего оппонента При помощи ФВП Которого бы не было бы Если был бы Полноценный форс с арморами Ну и датчане Теряют и Эйзи И МСЛ Остаются втроем Мэжис Боя Отдается через флешку Ну как в смысле Его просто зафлешили Бондик его отстрелил На яме Он не смог уйти обратно Кейджин Би Там пропора ходит Индерграунд Или апартаменты Да, апартаменты Космена выходит в сторону Бэплэнта Дэдфокс падает Замерто после точного выстрела Кейджин Би При этом всем Каджун прекрасно понимает Что его попытаются подпушить Он видел Бондика Залезающего на верхние ковры Но Бондик спустился вниз Конфиг тем временем Очистил Бэплэнт от Зеро И вопрос только в одном Надо забрать бомбу И успеть добежать до Бэплэнта 35 секунд Есть на это Конфиг убивает Еще и Ангела На кичине Что вообще происходит А бомбу Бондик увидел Только сейчас По бомбе Инфу по-моему не было В итоге Кожумб Выходит с ВП У него все шансы Отстрелить Бондика Друзья Он это делает Бондик погибает А Шерри Сейчас могут отдать раунд 2 в 5 Конфиг На хелпе Стика в коннекторе Позиция ужасная Конфиг Сделает этот раунд 13-6 Трипл От Конфига И 2 от Кожумба Вот это жесть Вот это раунд Просто раунд Который Ну Наверное Ставит крест На карте Мираж В противостоянии Хелл Резерс Против Норс Хотя все начиналось Классно Но Такой раунд Конечно отдать Нужно уметь И Ашеры Увы его отдают Специальный пассивный Скилл Хелл Резерс Отдаем неотдаеваемое И проигрываем Непроигрываемое Но бывает Бывает Случаются такие Печальки И что самое главное Что сейчас Стрездачане Просто в супер Мотивации Осталось всего лишь Три раунда Тащить Но Хелл Резерс Смогут опустить руки И такие Ну ладно Ничья Ничего плохого В принципе С ним не случилось Согласитесь Вытащить три очка Из шести возможных Против Норсов Это реально круто Это много Это сильно Да Вы сейчас скажете То что Вот Ашеры начали круто играть Во время квалификации На Старладер И там подобное Смогли Энвисов Вынести в допах Но Это В любом случае Очень-очень сильно Это Достойно И бонтик И я думаю Что мы еще месяца два назад Не ожидали Что Хелл Резерс Могут что-то подобное Бонтик Выходит Видит Эйзи Откидывает ему голову И Что теперь Нет Просто уходит обратно А вот Зеро По нему не было информации Он стреляет по Кэджин Би Сезешки Добьет его Даб Добивает На Мэджис Бой С боковинки Магический мальчик Кладет нуля И остается только Бонтик И что ему тут делать У него есть калаш У него есть счастье в жизни Кстати калаш Просто дропнутый На Т-спауне Он его забирает И идет Решать людей Бонтик Один в три Мы видели от него Один в четыре Давайте посмотрим Может быть и сейчас получится Тем временем Довольно веселый коммент Пишет Павел Скаленина О Теперь я Ашеров узнаю Домашние Ашеры Завезли наших старых добрых Ну на самом деле С кем не бывает Хотя Действительно Два в пять На профессиональном На таком уровне Редко когда Отдается Но бывает Хотя с другой стороны Бонтик тоже тащил Один в четыре Например на карте Дэкэш Против Норсов Которые в свою очередь Тоже можно сказать Затупили Если отдали подобный клач Ну бывает 14-6 Пользуя команды Норс В принципе Есть еще Некий маленький задел И за этот задел Могут зацепиться Парни с команды Хелл Рейзерс Посмотрим Дэдфокс АВП Четыре янки У Норсов Кажум ПВП Тоже хорошие девайсы Ребят подходит Под точку А И видимо со временем Будут раскидывать Прилетает слажка на ковры Врывается моментально Дэдфокс Бонтик Интересная стратегия Мэджикс Бой Все-таки играет на размене Но при этом Дэдфокс с Авика Может делать еще Один килл И он делает Его бомба падает Все неплохо Для команды Хелл Рейзерс МСЛ и Кажум Два в четыре Ангел ловит момент На центре Капитан команды Норс Погибает И Кажум По 1-4 Кажум Идет Пешком На собственную смерть Просто на виселице пришел И его тут же Убили Ну Задеть Зазадел надо Сейчас Хелл Рейзерс Просто жестко Прям лечь на этот задел И держать его До последнего Потому что Два раунда Всего остается Датчанам Чтобы завершить Этот Дэмираж Тэк Найн в руках У МСЛ Калаши у остальных И только я говорил о том Что возможно В оставшем из Ада Уже стоит просто Смириться с ничьей На сегодняшний день Но не тут-то было Они пытаются сделать Все, что возможно И конечно класснейшая стрельба От Дэдфокса В клоус-дистанции с ВП Не оставляла Никаких шансов Датчанам На коврах Ну и МСЛ Выходит под флажку На мидл Начинается Трипл выход сюда На верхний мид И Хелл Рейзерс Оставляет эту точку Вспомним то, что Первые раунды Они совершенно по-другому проводили Они очень жестко усиливали Именно мидл Пытались не дать Противнику закрепиться На пластдармах Но в этот раз Они решили усилить Б и А отдельно Оставляя мидл На Оппонента Через центр Действуют парни из Норс Эйзи уже контролирует Зигзаг Контролирует мидл При этом прилетает Хороший смок на джангл Эйзи Наверное в этот смок пройдет Да, заходит на головы Тем временем МСЛ Стреком Зигзаг И англ подставляется Но Кивилу Красиву Удалось забрать Кожумба Правда Эйзи тоже сделал минус На точке А Умер Бондик Он является ключевым В этой позиции Эйзи Остревает Стика Дэдфокс На КТ-спауне Остревает Сонтига Возможно будет Остревать дальше Сигарету Ситуация 3 на 2 Мэджикз Бой Отпитывает классу Тем самым Отсекает снайпера Из противоположной команды Ну и смело Ставит конечно же Бомбу Коннектор занят Бомба шикарная Раунд практически Не затащить Мэджикз Бой Правда забирает его Зеро Это 2 на 2 Но МСЛ Дожидается Из-под окна Зеро И Дэдфокс Остается 1 Против двоих Да Снайтерская винтовка Они штормопай И все-таки Его прошивает Это 15 раунд Для Норс 7 бэк Холл Рейзерс И на этом Экономика тоже По факту исчерпана М4 УМП Что там Стика себе купит Ну тоже скорее всего УМП В его руках появится Совсем-совсем скоро Зеро взял себе УМП Ангел 5-7 Так что у нас будет Трипл УМП Пистолет И М4 В сетапе От восставших из ада Ну а северяне Чувствуют себя замечательно У них галаши У них все Хорошо Они всего в одном шаге От того чтобы выйти На Победу в Мираже И сыграть соответственно Ничью сегодняшнюю встречу Против Холл Рейзерс Первым контактом будет Мэджис Бой Вместе с Зеро Они просто посмотрели Друг на друга И решили Больше Не смотреть Или нет Зеро продолжает прыгать Тут напрашивается На халявных хэдшот Себе в лицо Мэджис Бой его правда Пару раз уже простил И в этот раз тоже Видимо Простит Пондик просматривает яму Здесь МСЛ стоит И датчане решили сыграть Супер медленный раунд Слоу моушен стадии Такой дефолт Где они ждут Возможных поджимов А Холл Рейзерс решают То что не хотят Аркадить никуда Хотят играть Как и в предыдущем раунде Очень спокойно И саевого И дожидаться оппонента На опорных позициях Конфиг просматривает Ковры И постепенно Норсы начинают Двигаться вперед Кажум Смотрит Миддл Тем временем Бондик Стоит Возле ямы И готов Врываться На своих соперников Ангел Стоит Чекает под собой Зажим со всех сторон Через зигзаг Проходят У нас террористы Бомба в руках У команды Норс Стика Под коврами Бондик рядом Ну и снова через коннектор Или просто занимает центр Бомба в район Зига пошла Наверное выход на Б-плент Но на Б-плент Выходить без Верх Нет смысла Выходите через коннектор Дэдфокс Проверяет Забирает моментально Эйзи Бондик тем временем Чекает яму Боится Понимает что Каждый момент Времени Чекает оппонент Прикрывает его Дэдфокс Забирает конфига Бондик разворачивается Забирает Кажумба И все-таки остается Последний игрок Команды Норс Это мэдж с Бой Которого шансов Практически нет Мэдж с Бой Разваливает Дэдфокса Но все-таки Бондик на чеку Берут все-таки Парни из команды Хелл Рейзерс Это восьмой раунд Но Тащить и тащить Семь раундов подряд Нужно Восставшим из ада При том, что у них Не было экономики Было 3 МПшки Был пистолет Была МК И все равно Норсы не совладали При этом всем сейчас Они будут Оооо Это что такое-то Это что-то из разряда НБК и компании Вот эти вот Форсы с пистолетами То есть Если сейчас они проигрывают Они дают и следующие Уже точно Да, я прекрасно понимаю Что они хотят Вот сейчас выиграть Но в принципе Можно было бы сделать Один сейп И все равно спокойно На девайсе уже Выходить в следующем раунде Но нетерпеливы МСЛ и компания Вполне возможно Конкретно капитан команды Сейчас сказал Мы делаем волевой бой И прямо сейчас И идем разносить Этих несчастных Радовых парней Ангел сносит Эйзи на миде Который не чекал Виндов вообще При этом всем Ни одного игрока На верхнем миде Тоже не оказалось Поэтому на размен Против ангела Никто не вышел Блондик на сигарете Танцует налево и направо Откидывает голову Конфигу Прямиком в смог Кейджин Би Занимает первую главку Попробует здесь что-либо Сделать здесь Ротоглом Но Норсы постепенно Один за другим Отдаются в этом форсбайе И по факту Видимо он будет проигран И не реализован Вообще не на йоту Потому что максимум Что они сделали сейчас То убили одного за трех У самого МСЛ Один хп Мэжис Бой Откидывает смог Неужели такой же По качеству смог Который мы видели Нет нормально Позавчера мы от Холл Ризис Видели Закит на смог На крышу Но Вот раз все получилось Немного по-другому МСЛ получает Хаешку и стик И добивает Мэжис Боя 9-15 И сейчас будет Скорее всего Еще и 10-15 Потому что У Норсов Был форсбай На последние деньги И сейчас у них Не будет экономики Ну что ж По двушечке Непонятный все-таки Форс от команды Норс Потому что В принципе У них денег было Ненамного больше Нежели чем сейчас И почему они рисковали Хотя Ну видимо Хотят настолько Как-то быстро Уже закончить этот матч Что в итоге Допускают такие вот Непонятные ошибки С Баем Но Это шансы Для команды Хелл Ризис Если они берут 10-ый Они естественно Выходят на Хороший же счет Для себя А там остается Всего лишь 5 раундов И 5 раундов 3 бая По большому счету Все реально Эйзи Разваливает Ангела Последний игрок Под стакошком Это Эйзи И он умирает Ну вот он За счет 15-10 5 раундов Остается до конца И Как я говорил 3 бай раунда Если команда Хелл Ризис Собирается тащить Я хочу допу Я честно скажу Не потому что Я болею за Хелл Ризис А просто потому что Хочется еще немножко Контерстрайка Довольно качественная Игра от обоих коллективов Они оба Заслуживают победы И На Де Мираже И на Де Кэше Обе команды Смотрелись очень-очень Импортно и симпатично Но и Кэйдж МБ Начинает с того Что откидывает Дефолтные Смаки на Апленд Здесь Ангел Решил пропушить Сверную Нет он решил Встать у уголка Здесь Слева У Ямы И Норсы Могут его не зачекать Ну или если зачекают Тут все зависит от того Насколько быстро Он сможет кого-то Отстрелить И возможно Бондик выйдет к нему На размен Отсаппортит Хороший еще один Смак откидывается Бондиком Ну и Норсы Понимают то Что быстро выйти На Апленд Не получится Массель тем временем Занял очень классную Стратегическую позицию На миде Он ЗЗ просматривает И винду И коннектор И в любой момент Может перепрыгнуть туда При должном исполнении И соответственно С этим помочь Своим тиммейтом При выходе на Апленд С джангла Ангел Выходит сюда Через флешку Каджум получил эту флешку Ничего не смог сделать Однако Мэджет Бой Сразу же на размене Против капитана команды Хелл Резерс И Карась погибает Стика здесь на джангле Против МСЛ Прекрасно знает Что здесь находится оппонент Откидывает капитана команды Норс В свою очередь И Стик получает немного Дэмэджа Остается у него 16 хп Ну как немножко Почти всю жизнь Ему сняли Ну и Норсы Очень медленно Тихим сапом Заезжают на Апленд Сносят на даль Паникпондика Скидывается молотов На джангл И Стика вместе с Дэдфоксом Будут вынуждены Играть 2 на 3 Дэдфокс Очень плохой позиции Стика также Оба по сути Будут в сторону Хлпы выбивать Один из джангла Другой из коннектора Ну и время Работает на команду Норс Дэхуза правда есть И так же смог Но при этом по хп У Стика большие проблемы А Норсы понимают Что этот раунд Давать нельзя Правда Конфик Решил все таки выйти Там развалить Стикетбокса Своих оппонентов Победа Датчан Напоминаем что Первую карту взяли Пару из Кабанда Хеллрейзер Это плюс 3 очка Ну а вторую карту Все таки взяли Норса Это плюс 3 очка Датчана В итоге Ну такая себе ничья Хотя каждая карта На ЕСЛ Считается отдельным матчем Ну что ж Мы с Дмитрием Не заканчиваем Не прощаемся У нас с вами Следующая игра Это Фейс Против Фнати Тоже интересная встреча Не пропустите Стикетбокс